Ребята, всем привет! Как и обещал, продолжаем тестирование нашего процессора на стрессоустойчивость. Для этой задачи, как я и говорил, буду использовать программу Prime95. Вот я скачал два архива, 32 бит и 64. У меня 64 бита операционная система, поэтому будем запускать эту версию. Данная программа не требует установки. Просто открываем архив или извлекаем и запускаем программу. Так, здесь необходимо выбрать самый первый пункт. Small FFT, Maximum TTT и так далее. В общем, выбираете первый раздел. И нажимаем кнопку ОК. Все, тестирование у нас запущено. Так, данная программа, насколько я вижу, не показывает температуру процессора. А это очень важно во время тестирования. Поэтому мы для просмотра температурного режима будем смотреть, будем использовать программу HV Monitor, либо AIDA64. Ссылки в описании на все эти программы я тоже оставлю. Итак, давайте сначала посмотрим на HV Monitor, что у нас показывает. Вот уже 80-90 градусов. То есть данная программа сразу значительно серьезнее загружает процессор, чем AIDA64 во время тестирования. Вот у меня вентилятор сейчас работает на полную катушку практически. Так, посмотрим, что у нас покажет AIDA64. Зайдем в датчики и смотрим. Так, на данный момент у нас ядро первое 88 градусов, второе 86. Ну, чипсет тоже нагревается, 74 градуса. Вентилятор 3780 оборотов. Ну, я думаю, сейчас он еще сильнее разгонится, потому что для тестирования требуется как минимум минут 10. Ну, сразу еще раз хочу повториться. Если во время тестирования у вас произошло самовыключение ноутбука, то это стопроцентный перегрев вашего процессора. Ну, или чипа, там, северного моста или южного, потому что они тоже очень часто перегреваются и могут выключать ваш компьютер. Ну, я подожду еще минут, наверное, 7. И посмотрю, что у нас будет с температурой. А пока отключусь. Итак, ребята. Тестирование процессора идет уже порядка 12 минут. Давайте посмотрим, что у нас с температурой. HV-монитор показывает на данный момент 85 градусов. Максимальная была 91. При этом я еще запускал видеоролики. В общем, что только не делал для того, чтобы поднять температуру. В итоге у меня ничего не получилось. Вот она не поднимается на данный момент выше 87 градусов. Это, наверное, максимум самый. При этом тестирование идет полным ходом, как видно. AIDA64 показывает то же самое. Температура 85-86 градусов. Вентилятор, конечно, стал крутиться значительно чаще. То есть уже 4200 оборотов. Это, наверное, максимальное количество оборотов, которые он может выжать. Ну и как видно, ноутбук мой в рабочем состоянии. Не перезагружается. А значит, с процессором и с охлаждением все в порядке. Так, еще раз повторюсь, для чего это нужно. Если у вас перезагружается компьютер, либо выключается самопроизвольно, во время просмотра фильмов, во время компьютерных игр, то вам необходимо проверить ваш процессор, протестировать его, и узнать, по какой причине ваш ноутбук выключается. Скорее всего, это как раз перегрев вашего процессора. Значит, еще раз. В описании я оставляю ссылки на все программы. Это Prime95, HV Monitor и AIDA64. Скачивайте все эти программы и приступайте к тестированию. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. До новых встреч.